Всем привет! У меня сегодня новое видео и это третья часть, в которой я показываю свои косметические средства. Часть моей коллекции, которую я использую и на этот раз я буду вам показывать и рассказывать о своих карандашах для глаз. У меня их довольно много, поэтому попытаюсь поскорее. В общем, они у меня все стоят вот в такой вот коробочке. И давайте я их выложу на стол, так будет легче и буду делать сводчи, показывать и рассказывать о них. Итак, давайте с черного карандаша начнем. У меня черный карандашик от Clinique, это Skinny Stick. Они очень-очень-очень тоненькие, эти карандаши, они выкручиваются и потом больше не закручиваются. У меня здесь номер 01, Slimmering Black. И давайте я буду пожирнее вам делать, чтобы вы видели оттенок. Ну вот, в общем-то, обычный черный карандаш. К сожалению, если вы выкрутили слишком много, то не закрутится обратно, поэтому будьте осторожны с этими карандашами. Следующий черный карандаш, наверное, лучше, если мы сосредоточимся именно на черных карандашах для начала. И это карандаш от Dior, Dior Show Call, и это у меня номер 099, черный, черный каял. Вот он рядом. Довольно мягкий, довольно приятный карандаш, вот он здесь. Как я уже сказала, для меня этих карандашей слишком много. Я в идеале бы хотела сократить эту коллекцию до, буквально до пяти карандашей, вот реально, потому что, ну, мне не нужно так много. Следующий черный карандаш, это Clinique, тоже Clinique, Quick Liner, и у меня оттенок 07, Really Black. Вот так он выглядит. Вот здесь спонжик, кстати, спонжик же был и на Dior'овском карандаше тоже, спонжик, а сам карандаш механический, его не нужно подтачивать. И выглядит он вот так, как видите, по сравнению даже с Dior'овским карандашом, он не такой черный, он, я бы сказала, такой темно-серый. Вот он здесь, третий. Ещё раз показываю этот карандаш. Следующая вещь, это металлический карандаш, Metallic Kajal Pen, в общем, металлический карандаш, который я брала в драгерии в Германии. Марка RDL Young, я не знаю, что это такое, в общем, карандаш мне понравился тем, что в нём есть блёсточки, и они довольно-таки заметные, и самое главное, в этом карандаше они не осыпаются. Я думаю, это видно даже на видео. Я надеюсь, что, кстати, вы видите хорошо все эти оттенки, потому что солнце не на нашей стороне, солнце и свет вообще. В общем, блёсточки эти видны, правда? Хороший очень карандаш, мягкий, сами эти блёски не осыпаются, и вы их не найдёте потом у себя на щеках. И что-то я очень-очень мало за этот карандаш заплатила, на самом деле, какие-то копеечки. Следующий чёрный карандаш, это номер 101, Midnight Black, и это карандаш от L'Oreal. Этот карандаш был в каком-то наборе, именно поэтому он здесь есть, и он, кстати, самый чёрный, самый чёрный карандаш. Вот он здесь, он тоже очень-очень мягкий, хороший карандаш, мне очень нравится, в общем, идеальная вещь, на самом деле. И сейчас я пробегу своим орлиным глазом, очень быстро просмотрю, по-моему, да, это все мои чёрные карандаши. Итого у меня 5 чёрных карандашей. Давайте перейдём к карандашам зелёным. Первый зелёный карандаш, я его не покупала отдельно, он у меня был в каком-то наборе. Это Waterproof от Bourjois. Я его только заменила колпачок, потому что был прозрачный колпачок. И называется этот карандаш Dynamint, номер 59, Contour Clubbing. Этот карандаш мне нравится, но он такой, знаете, это вот такой зелёный цвет, который практически оттенок больничный зелёный, знаете. Иногда я им пользуюсь, но не так часто. Ну, в принципе, карандаш неплохой, но, например, если бы я, и я хочу сузить свою эту коллекцию, этот один из первых карандашей, который бы у меня вылетел. Но я хочу просто их использовать всё-таки. Зелёный карандаш номер 2, это Essence Long Lasting, номер 21, Groovy Grass. Кстати, карандаши Essence, они шикарные люди, они стоят дёшево, они механические, точить их не надо. У них очень красивые оттенки, их мало. Оттенков мало, на самом деле, но те оттенки, которые есть, они действительно очень-очень красивые. Поэтому я советую присмотреться. Вот он здесь, зелёный карандаш Groovy Grass 21. От Essence. Стоит реально копейки. Следующий зелёный карандаш, я люблю зелёные карандаши, несмотря на то, что глаза у меня серо-голубые. Long Lasting, опять же, та же самая серия, номер 12, I have a green. И это такой, знаете, довольно тёмный зелёный. И он шикарно ложится, он просто отличного качества, он очень хорошо скользит. Вот он здесь, зелёный карандаш. Очень красивый, очень насыщенный. Следующий зелёный карандаш, который у меня есть, это такой teal, зелёно-синий, но зелёного здесь больше. Это KIKO Color Definition, это с какой-то коллекции лимитированного издания, номер 05. И просто зелёный карандаш. И он, да, явно здесь видно, что всё-таки это teal. Я, кстати, teal-овый тоже очень люблю. Вот он здесь, этот teal. Вот это карандаш. Очень хороший, кремовый, красивый, классный-классный карандаш. У меня ещё три карандаша подобных. Следующий teal. Очень мне нравится карандаш, вы видите по его размеру. Это Main Line от Urban Decay. Давайте я его сюда вниз. Он прям вот явно видно, что это прям такой, знаете, классический teal. То есть он здесь, конечно, немножко больше синего, чем зелёного. Вот он здесь. Красивый очень. Следующий карандаш. Давайте я и синий тоже рядышком нанесу. Kiko, это какой-то графический ритуал. Это тоже какая-то и лимитированная коллекция. И номер здесь, номер здесь 03. Но здесь прям вот такой, знаете, голубой-голубой цвет. Потому что с teal мы закончили. Teal у меня больше нет. Вот. Красивый цвет, особенно на лето. Очень, очень хорошо смотрится. Синий карандаш. Следующий, опять же, Essence Cooldown, номер 09. Очень хорошие карандаши. Я не могу просто вам их не советовать, потому что здесь всё. Здесь и качество, и цвета, и цена. Вот так этот цвет. Давайте я как-то выверну руку. Просто классический синий цвет. Очень, очень красивый синий. Я думаю, вам видно. И давайте ещё... А у меня ещё вот этот вот есть. И вот этот вот. И вот этот вот. Да, что-то я... Что-то я как-то мало места для синих выделила. Следующий карандаш от Yves Saint Laurent. Он зелёный цвет. Он у меня в уголках глаз. Я не знаю, видно или нет. Но он у меня там есть. Yves Saint Laurent. И оттенок называется 14. Без названия. Здесь такой вот спонжик, знаете, который как... Именно как спонжик номер 14. Мне очень нравится этот оттенок. Он очень-очень красивый. Единственная большая проблема этого карандаша, что он очень-очень-очень твёртый. Но цвет красивый. Здесь случайно попал кусочек чёрного оттенка из свотча. В общем, вот. Очень красивый, салатового цвета. Очень-очень классный оттенок. Мне нравится. И меня он всем устраивает. Вот кроме его вот этой вот излишней очень твёрдости. Ещё один карандаш. И я думаю, здесь видно, что тоже этот карандаш любимый мною. Это Kiko. И, к сожалению, у меня даже уже нет названия здесь, что это был за цвет. Красивый очень цвет. А, он коричневый. Я его просто перепутала с другим оттенком. Ладно уж. Он такой коричнево-болотного какого-то цвета. Тоже симпатичный. Как видите, очень его тоже люблю. И я думаю, что его здесь просто уже на пару раз, и с ним можно будет распрощаться. Ещё один зелёный карандаш, который, к сожалению, мне не нравится абсолютно. Мне очень нравится его оттенок. Мне не нравится его поведение. Если вы подведёте глаза этим карандашом, то, знаете, у вас будет просто мгновенный макияж-гранж. Потому что этот карандаш, он абсолютно не держится на веке. Абсолютно. Он течёт прям вот, прям слишком быстро и слишком явно. Он такой, знаете, болотный. Прям вот конкретно болотный оттенок. С коричневым. Очень красивый. Он похож на тот, который вот от Kiko. Но здесь металлическая составляющая. Он действительно очень классный. Но он вообще нестойкий. Вообще. То есть, если к другим карандашам вы можете притрагиваться вот так вот, да, и как бы ничего не будет, то этот карандаш... Я понимаю, что я его только что нанесла, да, но вот... Вот. Он не засыхает. И даже если я бы так сделала через 10 минут, было бы то же самое. То есть, для меня это не... Непростительное. Непростительное поведение. Кстати, я даже не знаю, нахрена я его держу. Я его, наверное, выброшу. Потому что толку у меня... Толку от него для меня нет. И давайте уж, если мы в этой гамме, то у меня еще три карандаша. Карандаш, который я очень люблю. И это видно по его размеру. Смотрите. Это Urban Decay. Очень-очень маленький карандашик. К счастью, есть название. Осталось. Стэш. Он называется. Очень люблю этот цвет. Очень люблю этот цвет. Болотный. Зеленый. Красивый. Красивый. Тоже, я думаю, один раз, два. Один раз, может быть, два. И все этому цвету придет конец. Вот он. Здесь у меня этот карандаш. Вот. Очень-очень красивый. Давайте мы перейдем на другую руку. Потому что здесь уже все. Еще один интересный цвет. Я, на самом деле, когда купила этот карандаш, я не думала, что я настолько его полюблю. Это опять карандаш от Essence. Как видите, я очень люблю карандаши Essence. Это Essence Extreme Lasting. 16 часов обещают, что он у вас будет на глазах. И это номер 08. И я так понимаю, что это какая-то лимитированная, лимитированное какое-то издание. И посмотрите на эту красоту. Это фиолетовый карандаш. Лиловый фиолетовый с фиолетовыми же близкушками. Он шикарный. Просто шикарный. И с переливом еще. Очень красивый оттенок. Очень-очень-очень красивый оттенок. Недаром у меня этого карандаша вот уже сколько осталось. Посмотрите. То есть это такой, знаете, хамелеон. Прямо вот в идеальном смысле этого слова. Еще один карандаш. Это Mark Jacobs. И у меня это карандаш в оттенке Think. Highliner. Highliner. Он называется. Хороший карандаш. Мне нравится. Мне нравится его оттенок. У меня был черный карандаш вот этого же, вот этой же серии. Я хочу сказать, что черный карандаш хороший. Я не один его использовала. У меня было, по-моему, несколько, три или четыре. Но нужно сказать, что они все были маленькие. Вот. Вот он фиолетовый. Такой прям красивый фиолетовый насыщенный цвет. Карандаш называется Think. T-H. I-N-K. То есть думай. Но потом Ink взят в скобочки. То есть это игра слов. Ink это чернила. В общем. На чернила это не очень похоже. Но в общем. Но цвет крут. Цвет реально крут. У меня теперь остались карандаши, которые таких более бежевых каких-то. Нет, еще есть фиолетовый. Вот он. Фиолетовый оттенок, о котором я практически забыла. Color Definition тоже от Kiko и номер 03. Кстати, как вы смогли увидеть, что карандаши у меня из этой серии. У меня вот один есть и еще один будет. Нет, они были шикарные. Шикарные, шикарные. Давайте этот фиолетовый здесь нанесем. Вот так вот он выглядит. Очень красивый карандаш. Очень хорошо держится. То есть вообще никаких у меня нет нареканий к этому карандашу. К сожалению, его уже не найти. Это лимитка. Но подобных карандашей они выпускают просто целую кучу. Всегда с каждой лимитированной коллекцией. У меня еще есть один карандаш, который я очень люблю. Он такого странного цвета. Это Kiko. Двойные карандаши. Здесь номер этого карандаша 01. Это зимняя лимитированная коллекция. Здесь две части. Я обожаю вот эту вот часть, которая такая вот красноватая. Сейчас я вам покажу этот оттенок. Он шикарный. Этот карандаш, он может быть с легкостью применим даже как карандаш для губ. Но это карандаш для глаз, тем не менее. Вот. Вот он здесь. Отличный оттенок. Шикарный оттенок. Вторая часть этого карандаша, она более такая тривиальная. То есть, ну, просто близкушка такая. Но тоже, кстати, очень красивая близкушка. Я думаю, что видно, да? Ну, конечно, вот эта часть, она просто идеальна. Идеальна. Просто. Очень-очень красивый оттенок. Еще два у меня карандаша. Три. Четыре. Четыре карандаша. Вот каких-то таких средних. Вот этот карандаш. Вы очень часто можете наблюдать его у меня на внутреннем уголке глаза. Это Пупа и номер 001 из какой-то коллекции Красная Королева. Не помню, что это было за коллекция. Это идеальный цвет платины. Вот он здесь. Я думаю, вот так вот видно при переливе. Идеальный. Идеальный цвет платины. Он стойкий. Классный. Вообще. Очень-очень красивый оттенок. Очень. Я очень довольна. К сожалению, вот эта лимитка, но тоже у них лимитка. А потом они берут и делают такой же оттенок в постоянной коллекции. Так что, если вам интересно, прошерстите их коллекцию. Постоянную. И вот такой вот карандаш тоже Color Definition. И это номер 01. И это бежевый карандаш. Очень-очень красивый бежевый карандаш. И сейчас я вам сделаю сводч. Люблю этот карандаш. Я не высветляю... Вот он здесь. Я не высветляю часть, которая вот... Века, которая имеет склонность к красноте. Я просто использую его как обычную подводку. Очень хороший карандаш. Кремовый. Классный. И здесь тоже, кстати, есть точилка. Вот. Подобного же рода у меня еще не есть. Карандаш Dior. Номер это 529. Бежевый карандашик. Beige Cole. Здесь тоже спонжик, который... Ну, довольно он такой, знаете, твердый. Поэтому я бы не подпускала его близко к глазам. Я не знаю, увидите ли вы этот карандаш или нет. Потому что он довольно светлый. Да. Я думаю, что его видно, да? Вот он здесь. Довольно светлый карандаш. Хороший. Хороший. Очень-очень карандаш. Мягкий. Мне нравится. И последний карандаш из этой серии бежевых. Это Fine Art Eye Pencil. И это тоже киква. Это тоже лимитированное. Издание вот такого вот бежевого цвета. Сейчас я вам его покажу. Он очень похож на диоровский карандаш. Немного более розовый. Немного-немного более розовый. Вот. То есть вот эти вот светлые карандаши, это вот эти вот три, которые у меня есть светлых. И что у меня еще есть, которые я использую, которые я использую как подводку для глаз. Это карандаш. Это карандаш. Первый карандаш от Nude Stix. И это Magnetic Eye Color. Это просто карандаш для глаз. И у меня это оттенок Ангел. Давайте я сюда наверх этот карандашик нарисую. Чтобы вам было видно. Вот наверху очень красиво блестит. Вот он здесь. Как тени, как подводку. Можно так даже небрежно немножечко потом пальцем это все дело растушевать. И будет все отлично. И последний карандаш. Это карандаш от Ivra She. И это оттенок розовое шампанское. Что-то такое, короче. Вот он. Он похож, кстати, на этого Ангела от Nude Stix. Но Ангел он более какой-то бронзоватый. Вот. Это все, что касается моих карандашей. У меня есть еще две вещи, которые лежат у меня в этой же чашке. Первая вещь это вот такая вот подводка от Bob Brown. И у меня это оттенок Sepia Ink. Выглядит он вот так. Это коричневый оттенок. Сейчас я вам сделаю swatch пальцем. Почему бы и нет? Почему бы и нет, ребятки? Вот сюда. Давайте сюда, наверх, чтобы это было видно. Вот. Вот это вот Sepia Ink. И еще одна подводка. Еще одна подводка, которую я себе сама не покупала. Эта подводка была в коробочке, финской коробочке подписной. И я пробовала один раз, но я не люблю такое. Если вы знаете магазин Lidl, это магазин, который продает еду. Это немецкий магазин, но он много где есть. В общем, у них есть линия косметики. И вот, собственно, вот эта вот подводка, это из этой вот косметической линии. И я не помню, какого цвета эта хрень. Да, это коричневая подводка. Давайте так пожирнее нанесу вам. И покажу. Вот она здесь. Вот она здесь. Вот она, вот она, вот она, вот она здесь. Вот. Как видите, я, может быть, ее использовала один раз, может быть, два раза и все. То есть, пока она у меня там лежит, мне она особо не нужна. Но, в общем, не знаю, пусть лежит, вдруг понадобится. Это были все мои карандаши. Для меня этого много. Я считаю, что идеально для меня было бы иметь один коричневый карандаш. То есть, даже не коричневый. Один вот такой вот бежевый карандаш. Один черный карандаш. Один зеленый и один золотистый. Вот, вот, четыре, ну, может быть, пять карандашей. Потому что я считаю, что, ну, вот, ну, вот, да. Вот такой вот еще. Хорошо очень иметь, когда он с двух сторон. Тогда совести меньше выступает. Ну, я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы прокомментируете то, что вы увидели. Ожидали ли вы это, или вы думали, что у меня больше, или что у меня меньше. Я не особо люблю карандаши. Я использую карандаши только потому, что они у меня есть. Выкинуть мне их не то, что не жалко. Я их не выбрасываю. Я их просто кому-нибудь отдаю. Вот, мне кажется, вот это вот лучше. И все. Я сейчас настроилась на то, чтобы как можно больше использовать их, и как можно быстрее. И потом я буду просто использовать просто вот пять-шесть карандашей, и все. И других покупать не буду. То же самое стараюсь делать с кремовыми продуктами, потому что тоже я их не очень люблю. Они у меня есть, но стараюсь их использовать. Я надеюсь, что это видео вам было интересно, полезно, что оно вам составило компанию. Пишите, пожалуйста. Мне будет интересно узнать, что вы думаете насчет моей коллекции. Еще раз я вам показываю свои руки. Измазанные. И на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok